Плакаты, крики и десятки правоохранителей. В центре города вновь митинг. Несколько общественных организаций пришли сегодня к штабу другой такой организации Рада Громадской Беспеки. Митингующие уверены, там занимаются рэкетом и бандитизмом. Но больше всего вопросов у общественников было к главе организации Марку Гордиенко. Он замешанный в рейдерских захоплениях, он замешанный в режиме бизнеса, он замешанный в крадежке волонтерских грошей. Игорь Зюбин, который ему передавал не маленькие деньги, от него только хотел почувствовать звезд. Мы видим, звезд он не дал. Спустя время к пикетирующим вышла так называемая вторая сторона конфликта. Сами участники РГБ. По обе стороны баррикад оказалось примерно по 40 человек. Сами же организаторы акции заверяют, несмотря на то, что формально они все занимаются одним делом, подход РГБ к волонтерству их попросту не устраивает. Самое плохое для нас, для гражданского украинского общества, что эти люди своими действиями дискредитируют основной принцип патриотизма. Они, прикрываясь украинским флагом и патриотизмом, они разрушают нашу государственность, играя власти на руку. Почти час участники обеих сторон стояли и пытались перекричать друг друга. А между ними плотным рядом встали правоохранители. Не обошлось, конечно же, и без оскорблений. И подбирать выражения никто не старался. «Все баррик! Все баррик! Все баррик! Ваньба! Ваньба! Ваньба!» Противники РГБ стали требовать, чтобы глава организации Марк Гордиенко вышел к ним и ответил на все вопросы. Но тот решил остаться в штабе, а на входе во двор встала целая толпа волонтеров РГБ, которые отказывались кого-либо впускать. Организатор акции Сергей Гуцалюк прозвал их обезьянами в клетке и решил даже подкормить. Но пикетировать дальше противники не стали и заявили, что эта акция пока предупредительная. Тем не менее, спустя время в штаб РГБ впустили людей, но исключительно журналистов. Сам Марк Гордиенко заявил, что все обвинения лживые, и его оппоненты просто завидуют успехам организации. А что же касается отчетности, то тут они свои обязанности выполняют, но не считают нужным отчитываться перед всеми. РГБ за свою работу отчитывается перед обществом, повторяю, на фейсбуке, перед воинами, которым мы помогаем, и за нами сотни и сотни бойцов, которым мы помогли, и огромное количество подразделений, которым мы помогаем ежедневно. Вот это наша работа и перед ними мы будем отчитываться. Мы не собираемся отчитываться ни перед господином Зюбином, ни перед господином «Зеленого листа», ни перед любой другой громадой. Кроме этого, глава РГБ пригласил журналистов в сам штаб, чтобы показать, как же на самом деле живет организация. По его словам, РГБ уже давно и самоотверженно помогает воинам АТО. А все заявления по поводу крышевания и бандитизма он готов оспаривать даже в суде. Вот это вот человек. Пусть он как бы глашат вот этой группой. Я хочу услышать, кого мы крышуем. Во все услышание, после этого мы тебе предъявим иск в суде и уж поверь мне, разденем до штанов. Задаю вопрос. То есть это угроза, да? Это не угроза, это предупреждение. Так и закончилась необычная акция патриотов-соперников. Больше она напоминает выяснение отношений двух конкретных людей. Обе стороны заявляют, что хотят только добра для нашего города. Но вот такими методами его вряд ли удастся достичь. По скандали ли и разошлись, но хватит ли ума не продолжать этот базар, в котором обязательно будут ловить провокационную рыбку в мутной воде совсем другие люди.